МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Дети – это самое дорогое, самое ценное, что у нас есть в жизни. И не только потому, что дети – наше будущее. Дети – это крылья, которые поднимают нас выше всего. И такими крыльями для вас может стать ребенок из детского дома. Я хочу сказать всем, кто уже является приемным родителем или только собирается сделать этот шаг, вы можете обратиться за помощью или консультацией в Центр поддержки усыновления. Звоните на короткий номер 1422. Оператор соединит вас со специалистом вашего региона. Также вы можете найти странички Центра в социальных сетях. В проекте «Подари детям жизнь» мы рассказываем истории детей, которым очень нужна наша помощь. Здравствуйте! В нашей с вами помощи нуждается годовалая малышка Зейнеб Жарлгап с диагнозом ретинопатия недоношенных. Для ее лечения семье необходимо собрать 1 миллион 500 тысяч тенге. Вы можете помочь ребенку через онлайн-пожертвование на сайте www.dettom.kz, а также с мобильного телефона через приложение банков Каспи Киезет. В разделе «Платежи» переходим во вкладку «Другое», раздел «Благотворительность» и находим «Добровольное общество милосердий». Сбербанк Казахстан. Перевод через опцию «Оплата услуг», «Благотворительность» и находим «Общественный фонд ДОМ». Также вы можете отправить помощь через платформу www.dettom.kz. Юридические и физические лица также могут помочь банковским переводам. Реквизиты, отчеты о полученных и потраченных средствах публикуются на сайте www.dettom.kz. Все пожертвования, собранные в ходе акции «Подари детям жизнь», стопроцентно идут на лечение детей. Зиняя проделась глубоко недоношенной, на сроке 29 недель. Ее вес при рождении составлял всего лишь 1540 грамм. Сразу после рождения ее поместили в аппарат искусственной вентиляции легких. Через месяц из-за тяжелого состояния малышки на самолете санитарной авиации ее доставили в детскую больницу Алматы, где она находилась длительное время. Сразу был озвучен диагноз ретинопатия недоношенных. Массовое кровоизлияние сетчатки глаз пятой степени. Ретинопатия недоношенных – это отслойка сетчатки глаз у недоношенных детей. Это заболевание опасно тем, что после отслойки сетчатки глаз перестает развиваться. Происходит его атрофирование и глаз вынужденно удаляют. Поэтому казахстанские специалисты дали рекомендацию на экстренное лечение в детской клинике города Санкт-Петербург. Благодаря поддержке милосердных наших сограждан девочка прошла три этапа лечения в этой больнице после обращения в благотворительный фонд «Дом». Но данное заболевание требует длительного и дорогостоящего лечения, которое семья не может оплатить самостоятельно. Уже в ближайшее время нашу юную героиню ждут на очередной, четвертый этап лечения. Чтобы помочь малышке Зейнеп собрать необходимые полтора миллиона тенге, вы можете сделать онлайн-пожертвование на сайте www.dedom.kz и перечислить любую возможную для вас сумму с банковской карточки через интернет. Помощь можно также оказать банковским переводом от физических или юридических лиц в любой точке нашей страны. Вы можете сделать денежный перевод через терминалы самообслуживания Киеви. Вся информация о детях, нуждающихся в лечении, находится на сайте www.dedom.kz. Отец Зейнеп в своем письме обращается к нам. Мы воспитываем двоих детей. Супруга не работает, я работаю один. Поэтому мы не можем осилить такую дорогостоящую операцию и просим вас о помощи проведения срочной операции на оба глаза. Это наша последняя надежда хоть как-то спасти зрение нашему ребенку. Я думаю, что эти строки отчаяния и просьбы о помощи не оставят вас равнодушными. И мы все поможем маленькой Зейнеп спасти зрение. Марина родилась гораздо раньше срока. К тому же девочка одна из двойни. Но именно Марину мама оставила в роддоме и отказалась от нее. Практически с первых дней жизни Марина считает семьей сотрудников дома ребенка города Алматы. Сильная недоношенность казалась на здоровье девочки. Марина перенесла уже несколько операций. Врачи хвалят малышку. Она большая молодец и уверенно борется за свое здоровье. Но если бы рядом были любящие родители, возможно, результаты лечения были бы еще более впечатляющими. Мы верим, что в скором времени жизнь Маришки изменится. Случится чудо и на одну счастливую семью станет больше. Маришка очень похожа на маленькую фею из мультиков. Большие глаза, доверчивый взгляд и обезоруживающая улыбка. Этой крохе всего год и два месяца. Но девочке пришлось многое пережить. Ребенок от пятой беременности вторых родов. В сроке 25 недель. То есть глубокая недоношенность у ребенка. Вес при рождении 648 граммов. Она из двойни. Состояние при рождении было очень тяжелое. За счет внутриутробной гипоксии, пневмонии. И, как сказала, глубокой недоношенности и незрелости. У Марины также была ретинопатия недоношенных. Врожденная ретинопатия недоношенных. И по этому поводу была прооперирована в три этапа. Это 61-й день, 82-й день и 97-й день. В дальнейшем, когда к нам она уже поступила, была опять консультирована офтальмологом. И направлена на хирургическое лечение в Санкт-Петербург. Марина по характеру борец. С первых дней жизни, благодаря врачам, девочка упорно идет к выздоровлению. А ведь это очень непросто. Одна операция за другой. А рядом нет близких и родных людей. Нет заботливых маминых рук. Маришка удивительным образом сохраняет свой оптимизм. Она жизнерадостный и общительный ребенок. Марина умеет с первых минут расположить к себе незнакомого человека, покоряя его невероятным обаянием. Ребенок начал следить за игрушками. Раньше она пыталась одним глазком ловить все вокруг. Игрушки там. А сейчас она начала чуть-чуть, немного обеими глазками смотреть. И один глаз, по мере того, что функцию не выполняет глаз, один глаз уменьшался в размерах. А сейчас она не восстановилась полностью, но все равно какой-то прогноз динамики, я думаю, есть уже. После каждой операции мир вокруг Марины меняется. Он становится ярче и интереснее. Пока Марине удается далеко не все, что могут ее ровесники. Например, девочка очень любит играть сидя. Но, к сожалению, садиться самостоятельно пока не получается. Но и тут Марина не захотела сдаваться. Она нашла способ просить воспитателей о помощи. В своей группе Марина самая старшая. Но без внимания взрослых она не хочет оставаться ни на минуту. Такая вот она общительная девочка. В данное время ей год и два месяца, но она не соответствует своему возрасту, не ходит, не ползает еще. Да, ползает, только начинает по-партизански, но окончательно еще нет такого. Но у барьера стоит, держится обеими руками и может возле манежа постоять. Сейчас пытается, да, вот зубки начали. Но все равно еще отстает. Она никак догнать еще не может вследствие глубокой недоношенности. Марине очень нравится двигаться. Для каждого шага девочке приходится прилагать серьезные усилия. Но Марина встает на ножки снова и снова, словно показывая всем, я такая же, как вы. Просто ей нужно чуть больше времени. Еще чуть-чуть, и она самостоятельно пойдет. Скоро будут первые слова, поскольку Марина послушно занимается со специалистами. А по развитию она девочка у нас активная, эмоциональная, любит игрушками играть, внимание любит. Ну, операции как бы, ну, перенесла, я бы не сказала, что плохо, потому что ребенок маленький. Во время съемок Марина была взволнована и несколько растеряна. Еще бы, вокруг нее столько незнакомых новых лиц. Каждого из съемочной группы она старалась рассмотреть. Каждому дарила улыбку. Но в то же время внимательно следила за игрушками. Старалась не выпускать их надолго из вида. Я думаю, если найдутся родители, то девочка, она, как бы сказать, любит внимание, капризности нет. Ну, я думаю, что она бы пошла в семью, и у них бы все хорошо было бы, да. То, что Марина может справиться со всеми неурядицами, бесспорно. Ей просто нужно немного помочь, верить в нее и любить. Если вас тронула история Марины, то более подробную информацию вы сможете получить в органах опеки и попечительства города Алматы. А на сайте rbd.fizko.pd.kz собраны анкеты детей, которые, так же, как и герои наших программ, мечтают о семье и ждут, когда за ними придут мама и папа. Найти нужную информацию о необходимом пакете документов и о всех доступных формах, таких как патронат, опека и усыновление, вы можете на сайте усыновите.kz. Путь, который проходят родители, мамы и папы от принятия решения до встречи со своим приемным ребенком, нельзя назвать простым. Но вы можете рассчитывать на помощь и поддержку общественных фондов. Сейчас вы видите номер телефона горячей линии Сообщества приемных родителей. Никогда не забывайте, что людей с добрым сердцем очень много, и все вместе мы сможем подарить нашим детям счастливую жизнь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин